Всем привет! Сегодня частный гость в Охотника.нет. Это винтовка фирмы Вераух. Сегодня 7,7к. По многим просьбам мы всё-таки её наконец-то снимаем. Потому что мы часто покупателям и своим советуем эту винтовку. И, собственно, не голословно. Эта винтовка полностью немецкая, как и всё фирмы Вераух. Она производится на собственном предприятии. Выполнена она целиком из стали. Ну, конечно, помимо её ложи. Вот манжеты. То есть к разрёту пружинно-поршневых. То есть здесь стоит витая пружина, не газовая. И она взводится с помощью подствольного рычага, который выдвигается на фиксирующем подпружиненном колечке. Вот, собственно, так она взводится. Сейчас я её не буду мучить до конца. И рычаг фиксируется плотно. То есть он нигде не болтается, как у многих винтовок Гамма, Хацанов и прочих бюджетных вариантов. Ну, очень часто возникают споры, что лучше Диана или Вераух. Но у меня, как бы, на этот момент не возникает сомнений, Вераух лучше. Что я могу отметить? Ну, у этой винтовки открытые прицельные приспособления. В отличие от 97-й модели нету встроенного модератора интегрированного. Именно эта 97-я не такая, как бывают у нас обычно, но такие тоже поставляются. У этой открытые прицельные приспособления снабжены фибероптическими элементами, которые позволяют стрелять в тёмное время суток. Здесь такие накопительные частички, но и, собственно, они светятся. И по ним можно ориентироваться и стрелять без оптического прицела. По поводу этих винтовок, ну, на личном опыте могу сказать, что из открытых прицельных приспособлений и пружинно-поршневых у 77-й модели, не конкретно этих, а прошлых, самые точные. То есть, в отличие от Дианы, очень точные. То есть, 40-35 метров, это для неё не проблема. Даже при не очень хорошей погоде. Взвод рычага у неё средний по жёсткости. Не сказать, что совсем мягкий, но, к примеру, немного мягче, чем у винтовок Air Arms. Потому что здесь рычаг довольно длинный, и усилие распространяется более правильно. У Air Arms, например, рычаг короткий, он, например, у Pro Sport скрыт внутри цевья, вот, и поэтому там достаточно сложно его возводить. Но это всё, на самом деле, не очень ощущается русскому человеку. По поводу её универсальности. Конкретно у этой ложи двусторонняя, то есть, подойдёт и для левши, и для правши. Что нельзя сказать о англичанах Arms. У них, в основном, идёт именно если праворукая винтовка, то она только праворукая. По расстоянию расположения спускового крючка, ну, он подойдёт людям с длинными пальцами и средними. У Армса крючок расположен совсем близко, и вот людям, у которых небольшая ладонь, возможно, даже женщинам, и короткие по длине пальцы, будет удобнее всего стрелять. Винтовка оборудована, как и все хорошие модели Верауха, рекордовскими спусками. Они уже могут посоперничать с Дианой Т-06 последними. В принципе, Диана наконец-то доработала свой спуск Т-06 до такого состояния, до какого рекорда сделали довольно давно. То есть, они последние годы радуют этим. Но всё равно Вераух, лично для нас, и для многих покупателей, остаются непревзойденными винтовками в этом классе. Что касается её мощности и пружины, здесь можно использовать пружину от Дианы серии 48-56. Ну, конечно, лучше урезать её витка на два, потому что 250-260 метров в секунду всё-таки для этой винтовки многовато. Если вы собираетесь удивительно очень точно стрелять, возможно даже выступать с ней на соревнованиях. Потому что незначительное добежание пружинно-поршневой системы, оно всё-таки искажает траекторию пули. Поэтому для этой винтовки, я считаю, оптимальным скорость от 210 до 240 метров в секунду. Причём 240 это даже я преувеличил немножко. По пружинам можно поставить пружину оригинальную, которая стоит достаточно дорого, можно от Дианы, можно что-нибудь найти и обрезать, ну, из такого, скажем, распространённого, там, от Гамма, например. Главное, чтобы это подходило по диаметру, не было шире и не задевало важные элементы. Направляющая сразу у винтовки стоит стальная. Ну, собственно, я в начале видео уже сказал, что у этой винтовки всё остальное, ничего менять не надо. Вот. И винтовка стреляет сразу из коробки, в отличие от винтовок Гамма, Хацан. Многие спрашивают, а чем она лучше Хацана? Почему нельзя взять Гамма? Нет, ну, вы можете взять Гамма, но её придётся дорабатывать, пилить, строгать, если вы, ну, действительно любители, хотите винтовку свою бюджетную довести до конкретно хорошего уровня, да, вы можете её купить. Но если вы хотите просто взять и наслаждаться любимым хобби, то вот пераух, вы сразу берёте, собственно, вставляете пулю и стреляете точно, сразу, моментально, ничего там не надо допиливать. Поэтому эти винтовки не дешевы. Они, конечно, дешевле, чем Air Arms или Walter. К примеру, на уровне BSA, о которых мы расскажем, наверное, чуть позже в своих обзорах. Также хочу отметить, что курок здесь регулируется. Можно поставить, то есть такой, что вы едва коснетесь пальцем, уже произойдёт выстрел. Вот, если вы знающий человек. Предохранитель автоматический, такой же в точности, как у Air Arms, то есть он не, как у Дианы, с вертикальной составляющей, сейчас горизонтальный, то есть вот красная, здесь такая, скажем, кнопочка. Она выдвигается, когда вы делаете, точнее, подствольный рычаг заряжаете, и она блокирует ваш выстрел. После того, как вы её убрали, пожалуйста, стреляйте. Можете вытащить этот предохранитель, если вам не нужен. Если хотите быстро стрелять, ничего там не пережимать. Просто взвели и стреляете. Предохранитель, кстати, не очень хорошая штука. Она, конечно, безопасность создаёт, но и некоторые проблемы, особенно автоматической. Поэтому переделать бы её в неавтоматический режим было бы вообще супер. Резиновый затыльник, в отличие от Дианы, недорогих серий, очень приятный. Дерево вообще выше всяких похвал. Если к нам в руки вдруг попадет 7,7 с немного другой геометрией ложи и другими прицельными приспособлениями, мы тоже снимем на ней обзор. Но вот эта винтовка, когда мы её достали из коробки, сразу произвела очень хорошее впечатление наравне с Air Arms TX200, которая вот ушла от нас несколько дней назад. Могу сказать, что эти винтовки очень большой популярностью пользуются, поэтому спешите заказать её у нас в магазине Охотника.нет и мы, возможно, сделаем вам хорошую скидку с комплектом оптического прицела. Покупайте!